Ждали, ждали и дождались. Я лично очень ждал, потому что я считаю, что она поет в Украине лучше всех. Это молодая, красивая, эпатажная, чудо-мама Ева Бушпина. Встречайте, Вася. Здравствуй, Вася, какой ответил тебе с самого начала. Это для того, чтобы ты разоткровенничалась с нами. Ничего хорошего это правда не сулит. Я ничего не скрываю. А знаете, почему я сказала эпатажно? Потому что она поет эпатажно. Поет. Вот есть артистки, которые просто поют. Хорошо поет. А Ева поет эпатажно. Ева поет эмоционально. И мне кажется, что у нее такая же жизнь эмоциональная. Да, Ева? Да. Однозначно Дима хочет сняться в твоем следующем клипе. Я уже понимаю. А может, она хочет пригласить меня в свой следующий клип? Возможно, возможно. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Я сейчас собираюсь пойти в школу английского. Немножко подтянуть язык. Для того, чтобы все-таки англоязычные версии делать своих песен. Ну и просто накапливать материалы англоязычные тоже. Та фотосессия для журнала Клише. Там было написано, что даже журнал Клише тебя уже признал фэшн-иконой. Когда это была, по сути, твоя первая фэшн-съемка. Они взяли нашу фотосессию для того, чтобы поставить ее в какую-то фэшн-рубрику человека, которого они считают достойным в это время года. Наверное, это связано с Украиной, может быть, конкретно. А кто тебя в Украине называл фэшн-иконой? Потому что, возможно, они не знают никого из Украины, по крайней мере, этот журнал, кроме меня. То есть ты не редактировала эту статью? Ну, послушайте, я не хожу и не говорю никому, что я фэшн-икона. Ну, почему ты не говоришь в этом случае о Лесе Патоке, чья заслуга-то на самом деле была здесь большей? Это для меня не событие, поверьте. Событие для меня — это моя музыка, это событие всей моей жизни. Хорошо. Ну, Ев, прости, я кроме костюмов Леси Патоки... Там не только костюмы Леси Патоки. Особо ничего не помню. Ну, хорошо. Все? Интервью закончено? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!